МОЛОКО Здравствуйте! В эфире программа Качество. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пейте, дети, молоко, будьте здоровы! Пейте, дети, молоко, будьте здоровы! Молоко, кефир, сливки, всевозможные виды сыров. Яркие упаковки пестрят громкими приписками. Дескать, продукция произведена из натурального и отпорного сырья. Разобраться, где здесь правда, а где производитель слукавил, рядовому потребителю сложно. Эксперты говорят, что молочную продукцию подделывают чаще всего. В прошлом году в столице Татарстана специалисты Росподряднадзора пресекли деятельность подпольной фабрики по производству масла. В упаковке вместо него пасовали некачественный спред. Причем контрафакт попадал на прилавки крупных торговых центров. Случай действительно вопиющий. И такое заявление на прошедшем в Чебоксарах форуме сделал президент Всероссийской организации качества Геннадий Воронин. Масло выпускают в суперобертках. В нем только маргарин низкопробный. И в самой Казани поставляют в 100 торговых точек. Вы можете представить, что творится? А мы же провели бы хорошие, послушали доклады и так далее, и так далее. Я к чему это все клоню? Вот тот надзор, который мы должны осуществлять. Иван Борисович, я вас прошу, уделите внимание когда-нибудь государственному надзору, общественному надзору, контролю. Некоторые сверхлибералы говорят, там, не надо барьеров и так далее. Ну, смотрите, что творится. Доверяй, но проверяй, советуют покупателям эксперты. Индустрия фальсификации шагнула далеко вперед. Контрафакт от качественной продукции невозможно определить ни на глаз, ни на вкус. Если раньше молоко просто разбавляли с водой и содой, то сейчас в нее добавляют дешевые растительные жиры. Определить их наличие в напитке возможно с помощью вот такого прибора. Игла забирает из колбы капли на тест, и через несколько секунд на мониторе компьютера появляется точная информация о наличии вредных веществ. Если в составе продукта содержится только холестерин, значит молоко качественное. На этой таблице хроматограф показывает множество пиков. Эксперты сразу же бракуют такой напиток. Если кроме пика холестерина у нас определяются другие пики, то есть в концентрации более 2%, это уже говорит о наличии фальсификации молочной продукции, молока, сливок, масла, растительными жирами. В данном случае уже это говорит о подмене настоящей молочной продукции спредами, допустим. Молоко в этом случае запрещено называть молоком. На упаковке должна красоваться другая надпись, к примеру, молочный напиток. Оформлять этикетки по всем правилам производители обязал новый технический регламент. Он был принят 4 года назад. Нарушение этого закона может повлечь за собой серьезное наказание. На бутылках и пакетах необходимо указывать все, что добавлено в продукт. Но этим правилам следуют не все. В основном у нас объектами фальсификации являются питьевое молоко, питьевые сливки, масло сливочное, творожные продукты и сыры. В основном плавленые. Так, в течение 2012 года мы исследовали 218 образцов молочной продукции и кисломолочной продукции, среди которых было выявлено 13% несоответствующей техническому регламенту продукции. В основном это, например, из 123 проб, доставленных на исследование на растительные жиры, у нас из этого количества было 22 пробы нестандартной продукции. Чаще всего в молоке специалисты выявляют превышение доли жира и белков. Нечестные на руку добавляют напитки-стабилизаторы, консерванты, перекись водорода и даже аммиак. При помощи этих веществ производители пытаются продлить срок хранения продуктов, усилить вкус. Правда о том, что они содержатся в составе молока, многие пытаются умолчать. Мы добавляем индикатор. При наличии соды в молоке у нас появляется темно-зеленое окрашивание кольца. Здесь вот у нас кольца, можно сразу наблюдать. Через определенное время окраска темно-зеленой усиливается. При отсутствии соды в молоке темно-зеленого кольца не наблюдается. Далее мы проводим качественную реакцию на содержание перекиси водорода в молоке, которое также добавляется для предотвращения закисания. Мы сейчас добавляем по две капли кислоты определенной концентрации и специальный раствор, который проявит у нас наличие перекиси в молоке, если перекиси водорода в молоке, если она есть. При наличии перекиси в молоке мы наблюдаем появление темно-синего окрашивания в пробирке, в то время как в молоке без перекиси этого окрашивания не наблюдается. Цвет остается белым. Ну а некоторые производители, чтобы повысить срок хранения молока, добавляют в свой продукт антибиотики. Подобные случаи уже были выявлены в ряде регионов. Пользы от такого продукта нет никакой. Выпивая молочный контрафакт, потребители рискуют своим здоровьем. Антибиотики в составе молока могут упить иммунитет, испортить зрение и слух. Вот так должно выглядеть пастеризованное молоко. Без жировых оттенков и пены, цвет светло-белый. Магазинное оно поступает только после термической обработки. Срок годности такого напитка не должен превышать пяти суток. Залежаться в холодильнике может только тепяченое молоко. Правда, его полезные свойства снижаются на порядок. Кальция в таком продукте содержится в два раза меньше. Для сметаны разрешается. Сметана у нас густая масса. Наливаем. По внешнему виду это густая масса. С метаной глянцевой поверхностью. По консистенции она у нас густая. По вкусу и запаху она тоже имеет беспосторонний привкус и запах, но допускается тоже привкус пастеризации. По цвету белый цвет молока. Для кисломолочных продуктов, допустим, к которым относятся кефир, варенец и ряженка, допустим, кефир у нас тоже имеет вкус кисломолочный, со вкусом пастеризации. По консистенции там разрешается, допускается легкое газообразование, которое вызвано действием микрофлоры кефирных грибков. Для варенца и ряженки процесс газообразования не допускается. По вкусу они должны быть чистыми, без постороннего привкуса. По консистенции они жидкие, ну, как вот, жидкая масса. В молоко, которое не портится на протяжении полугода, производители добавляют сорбиновую кислоту. Специалисты говорят, что бояться такой продукции потребителям точно не стоит. Претензии эксперты предъявляют к дешевым плавленым сырам. Полезного в такой продукции мало. Насколько качественное получится молоко, зависит и от того, в каких условиях содержится скот. Всегда сухой вольер и мягкая подстилка. Передойкой рабочие должны одевать только чистые халатные перчатки. Недаром народная мудрость гласит, что у коровы молоко на языке. В рационе буренок должно быть побольше питательных и биологически активных добавок. В фермах, оборудованных по европейским стандартам, где коров дуют не люди, автоматика и риск получить некачественное молоко минимален. Продукция второго сорта на заводы обычно попадает из рук частников. Чаще всего ее попросту разбавляют с водой. А я говорю, пей. От твоего молока уже деваться некуда. Все ведра, все тазы молоком заняты. Вон, в умывальнике и то молоко. Ну, значит, что? Вот я вторую корову заведу. А умываться как? А так. Как? Надо меньше пачкаться. И вообще, некоторые языком умываются. Ага, а некоторые и мышей едят. А если бы твоя корова поумнее была, она бы не молоко давала, а воду газированную, пепси-колу, например. Ну, или квас. Предприятия, которые наладили тотальный контроль за привозным сырьем, всегда оказываются в плюсе. После охлаждения и фасовки молока за качество уже готового продукта будут отвечать продавцы. Храниться товар должен только в холодильниках. Оптимальная температура 0,6 градусов, ни больше, ни меньше. Все это тоже является гарантом качества молочной продукции. Ну, допустим, творог натуральный хранится 5 суток, не более. Упаковки указывают, сначала первое идет число, время, число, год там не указывается. Что многие покупатели очень путают. Молоко хранится от 5 до 10 дней. У каждого молока есть своя жирность, есть отборное молоко, есть жирность 2,5, есть 3,2, полтора процента. Стараемся работать, чтобы, допустим, строго по оборотной ведомости. Мы работаем, смотрим, изучаем спрос покупателей, и на следующий день уже делаем заявку. Или увеличено, если все ушло, или уменьшаем заявку. Но стараемся все продать. Молочные реки сливаются в Чувашию со всей страны. К чувашской продукции специалисты Роспотребнадзора уже давно не предъявляли претензий. Зачастую все сливки с продажи некачественного молока пытаются снять заезжие производители. В черный список попадают заводы из Москвы, Челябинска, Ульяновска, Казани. Поставить барьер перед такими дельцами пытаются в Торгово-промышленной палате республики. Честным предпринимателям здесь предлагают принять участие в программе добровольной сертификации. Если компания публично, добровольно заявляет о соответствии ее продукта, услуги, ее технологий, всем требованиям, какие только существуют в производстве, плюс говорит о том, что она уделяет серьезное внимание публичности, еще раз говорю, участию в выставках, в рекламных каких-то акциях, в социальную роль свою демонстрирует, в социальную ответственность, в благотворительности, помощь слабозащищенному своему населению оказывает, то разве это не является для населения, для потребителя поводом покупать именно такую продукцию, что она открыта, публично, социально ответственна, ну и так далее, и так далее. Поэтому мы предлагаем больше обращать внимание на наличие, вот скажем, вот такого значка, добровольная проверка качества. Это голографическое изображение, здесь есть некоторые, много степеней защиты, и мы уже начали в массовом порядке наносить ее на рекероводочную продукцию, на мясную, надеясь, что и предприятие молочной промышленности также включится в этот проект, и это позволит им завоевывать новые рынки, доверие населения и внимание торговых сетей. Знаки сертификации, говорят эксперты, лишний повод доверять производителям. Тем более, что выдают такие голограммы после тотальной проверки работы всего предприятия и продукции, которая сходит с его конвейера. Есть процедуры, есть требования СанПИНА, есть требования, вот я уже сказал, органов по сертификации, когда выдается соответствующий сертификат соответствия или декларация соответствия ее тем или иным требованиям. И, казалось бы, вот этого достаточно. Да, с точки зрения пищевых каких-то, так сказать, с точки зрения безопасности ее соответствия некоторым нормам, этого достаточно. Но есть еще и вопросы конкуренции, вопросы упаковки, еще раз повторяю, маркировки, доверие, то есть открытости перед покупателями и вопрос, скажем так, внутренней культуры производства. Сертификация мера хорошая, но эксперты предлагают пойти дальше. Технический регламент на молочную продукцию необходимо ужесточить. Сейчас производителям позволяют выпускать продукцию сухими добавками. Правда, и называть ее призывают по-честному молочный составной продукт. Никак иначе. Контроль за этим процессом должен быть налажен тотальной. Пока же покупатели все еще рискуют приобрести в магазинах вместо полезного напитка некачественный продукт. В борьбе за большим рублем нечестные производители позиции не сдают. Молочному контрафакту на прилавках хоть и добавляй. Специалисты предлагают обращать внимание на цены. Натуральный продукт не может стоить дешево. Субтитры создавал DimaTorzok